Добрый день. Как мне кажется, для московских родителей и московских семей как раз открытие Центра независимой диакустики открыло новые безграничные возможности. Если у меня 60 секунд, то просто пополам. Если у нас возникают, как у родителей, вопросы по тем оценкам, которые приносим ребёнок, у нас есть возможность прицепцентра пройти тестирование и получить результат. Если мы хотим увидеть, какой же реальный уровень знаний нашего ребёнка, мы идём туда же, потому что мы были на экскурсах, мы были на открытии. И очень то, что нам понравилось, это то, что когда мы получаем результат, мы видим те слабые места, за которые нам надо обратить внимание. Может быть, обсудить это с учителем, может быть, обратить за ними внимание. При подготовке в виде классников, в 11 классников, я так думаю, что лишняя тренировка нашим детям не помешает никогда, когда они попадают именно в те условия, в которых они будут писать экзамен, а в центре именно созданы все условия, начиная с обхода и заканчиваем выходом, это тоже не лишнее. Скорректировать занятия с репетитором, я думаю, тоже для многих семей это будет далеко не лишним, потому что иногда мы берём репетитора в расчёте на то, что получим высокий результат, и потом очень сильно удивляемся, как же чудо не случилось. А чудо часто не случается, потому что репетитор говорит ребёнку одно, вам другое, и потом у нас возникают тоже с этим вопросы. При переходе из одного комплекса в другой, я так думаю, что решается масса вопросов с тем, что ребёнку могли задать. Сложный вопрос, не тот вопрос, неудобный вопрос, вы идёте в центр независимой диагностики, как родитель, проходите там тестирование и превросите те результаты, которые уже не обсуждаются и не возникают конфликтных ситуаций. Ну а семейное ЕГЭ, как мне кажется, и как банально, наверное, это не исключало, оно всё-таки сплачивает семью. Вот та родитель, вместе с ребёнком, приходят и попадают в те условия, в ту атмосферу, когда они-то переживают все сами. И большинство современных родителей всё-таки ЕГЭ ещё не ставили, у нас были другие препарационные экзамены. Это всё равно другая атмосфера, другая обстановка. Проверить уровень своих знаний, я так думаю, что тоже многим будет интересно и полезно. Но основным главным итогом вот такого совместного похода, как мне кажется, может стать то, что некоторые родители, может быть, пересмотрят, как они общаются со своими детьми, что они требуют от них. И, может быть, они поддержат их, или как-то пересмотрятся такие отношения внутри семьи. А ведь это будет самое важное. Это будет успех детей, в котором вкладывают и родители свои силы, и душу, и учителя, и все наши замечательные цвета с вами. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, ваши вопросы всем выступающим. Пожалуйста, да. Спасибо, Валентина. Мне надо вопрос. В течение всего этого учебного года были от Центра качества предлагались только диагностические работы с английским языком. А что же касается редких языков? Немецкого, французского, итальянского, испанского. Такие же школы есть. И какова политика государства в отношении этих языков? И параллельно, можно я сразу вопрос к нашему гостю. В курсе ли он, что в Москве, и в том числе в России, существует 27 школ в геннебарном отделении, которые осуществляют изучение среднета на иностранном языке, которые дают дополнительные возможности, расширенные возможности детям социализироваться не только в обществе, не только в российском обществе, но и в европейском образовательном пространстве. Спасибо. Значит, я про редкие языки немецкий, французский, испанский. Сейчас говорю, я слышу хирург, что они редко. Вашем году? Значит, такие у нас диагностики есть. Значит, я услышу, я прошу, когда проект свои, то есть мы должны в следующем году более, наверное, активно продвигать наши диагностические работы по этим языкам. Я учту ваши предложения. И в следующем году на московском салонце спросите меня, как я выполнил ваше поручение в более полярность. Не считаю, что редкие языки сейчас работают над китайским. Вы знаете, что обсуждается еда по китайскому языку. Как поймем, как технологически проверять его, проблема даже не в самих заданиях. Вы понимаете, что современные средства сканированы с познаванием. Они работают на латиницу, работают на кириллицу, но с китайским языком пока пока учились. Учитывая, что наши дети не носители этого языка, порой написание может самое разнообразное быть. Как решить технологически, появится китайский язык. Мы уже в этом году уже подвижены. Извините, пожалуйста, в профессиональный конкурс нет предметы для учителей, для учителей школ. Первый тур за улочный прошли, стали победительными, как вы пришли на очный, а французского-то языка нету. Передам Марианне Владимировне Лебедева и по поводу... Передам... Передам Горбитовый Центр. Спасибо. А, Ричард, какое... И ЕГЭП-адресскому язык. Какое ответить? ЕГЭП-адресскому, по-моему, в этом году количество участников выросло. То есть, вы знаете, процентов на Горбитовском... Я знаю, но для учителей. А, учителей? Я с вами, это во всем... Тяжело. Хорошо. Услышал. Услышал. Спасибо. Ричард, пожалуйста. У нас было несколько раз. Услышалов в Москве. У Лебедева России. У нас есть три кучи лампы. У нас работают в английском, французском, и спанцузском. Так что все наши программы об доступны. У нас есть много лампы. ...самок и в Белоги, и в Вариат, и в Америке. но мы приведем литература, или любые студенты, которые приходят и говорят, что я хочу изучить литературу мою мать, и мою мать, это это, и это имеет литература. Мы приведем эту экзаменацию с 83 разных языков для литература каждый год, а также английский язык в 35 языках, в других языках. Это довольно тяжелый, в том числе сравнительности, и также бид-экзаменов для обеих субъектов, где есть очень маленькие мнения, которые хотят сделать это, но это очень важно. И это важный билегуализм, это очень важно для обеих субъектов, и в том числе, в том числе, интер-культуру, и обеспечивая понимание другого культура через язык. Ну, на самом деле, может быть, я не знала точное количество вот этих же виль-экзаменов в России, однако я должна сказать, что программа международного лауреата имеет три рабочих языка. Основных – это английский, французский и испанский. Но, помимо этого, у нас есть также курсы по немецкому, по японскому, по арабскому, некоторые предметы преподаются на этих языках. Очень много литературы. Более того, мы стараемся удовлетворить потребности наших учащихся, если они приходят к нам с запросом о литературе на их родных языках. В частности, у нас проводится в ВООК-кобалиции экзамен на 83 языках, и, соответственно, существует вся необходимая литература на этих языках. И для нас очень важна вот эта приверженность к межкультурному пониманию, потому что именно путем изучения иностранных языков мы ее и развиваем. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Мне понравилось сегодня… Академическая честность. Вот Михаил начал с нее, и уже выступающий, уже как-то по месяцу я это снимаю. Второй тренд, я отделил внимание, это о том, что семейная ЕГЭ. Семейная ЕГЭ, которая поставилась на окраинство, образованное общество, это новый тренд, это некое столичное образование, которое могут пойти дальше по России. А третье, я бы все-таки отзадачиваться, наверное, может быть, есть смысл, положительные динамики результата. Прекрасная и выстроенная некая модель, и очень важные показатели. Но я бы предложил, Павел Юрьевич, организовать круглый школу по пониманию этого направления. Как мы будем и что мы будем, потому что уже много есть на работах, и то, что сегодня тогда качество к этому пришло, это очень важно. Спасибо. Я в продолжении хотел бы, вот нам коллеги окажут помощь. Вот в декабрьском поручении госсовета, кто читал, да, есть понятие школы, показывающие стабильно низкие результаты. Вот мы сейчас, в положении прям вашего вопроса, там динамики все, вы пытаетесь для себя понять, вот что это за школы, даже в высшую школу экономики обратились на вопрос, чтобы вообще сказать, что это за школы, показывающие стабильные низкие результаты. Вот согласен на круглый стол. Про академическую честность много раз говорил, коллеги, но я вот в совершении сегодня нашей встречи что-то, да, если мы в начальной школе позволяем нашему педагогу подсказывать детям на контроле на работе ради лишних четверок-педерок, мы с вами на ЕГЭ никогда не получим. Но, вернее, на ЕГЭ нам удивляться, что нас на ЕГЭ приходится шпардалками. Это все взаимосвязанно результаты. Коллеги, в финале, последний, у нас на КАСО сейчас другая конференция в этом зале. Значит, коллеги, первое, добровольность любых мероприятий. Очень боюсь, у нас сейчас в Москве, вот вы знаете, вот это ЕГЭ, в котором все и коллеги говорили, идет, дай бог, без нарушений, без каких-то там негатива, вот давайте не испортим эту ситуацию. Вот не надо сто процентов моих учителей пошли на ЕГЭ учителей. Вот хуже этого быть не может. Вот должно быть абсолютно добровольное желание. Второе, добровольность любой диагностики. Вот загонять всех на диагностики смысле нет. И не должен ребенок задать проходить 35 диагностик. Есть конкретные, наверное, нужные для этого класса выборка диагностик. Выбираем и проводим. Ну и, наверное, третье, крайне важное, это работа с результатом. И результаты, которые мы смотрим на межпредметном контексте. Мы с вами должны двигаться к межпредметному содержанию. Оставиться внутри предметов, потеряем будущее наших школьников. Коллеги, спасибо. Если есть вопросы, активно работаю в Фейсбуке. Есть группа МЦКОЛОВ в Фейсбуке, ВКонтакте. Пишите, готовы с вами общаться. Спасибо. Спасибо. Спасибо.